ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ Молодой человек, который смотрит на своих внуков черно-белых фотографий, Евгений Алексеевич Иванов. Участник Великой Отечественной войны ушел на фронт, когда ему было 17. Вместе со своей стрелковой дивизией дошел до Берлина. Победу советских солдат встретил с боевыми ранениями и медалями. У него есть боевые награды за победу над Германией и за взятие Берлина. И два ордена Великой Отечественной войны, первый степень и второй. Потомки героя войны решили не прятать эти истории в семейных альбомах и рассказали о своем прадеде, воспитанникам гимназии номер 18. Стенд-биография Евгения Иванова стала новым экспонатом школьного музея. С 2009 года здесь бережно хранят вещи, которые рассказывают о фронтовых буднях советских солдат без прикрас. На такой вот ручной мельнице они мололи зерно, засыпали вот сюда вот зерно. Вот таким вот образом шло вращение ее по кругу. И вот здесь вот высыпалась уже полученная мука. Предметы быта, военные одежды, наград, фрагменты оружия – такова коллекция Камерного военного музея гимназии номер 18. Самые ценные экспонаты подарены школе, участниками поисковых отрядов и ветеранами. На полках стеллажей безмолвные свидетели военных лет несут просветительскую миссию. Мы должны собрать это и передать будущему поколению все, что мы помним, все, что мы знаем. Если это не сделать, то, наверное, мы превратимся в Иванов, не помнящих своего родства. И поэтому это очень важно, что наши детишки, дети нашей школы и учащиеся других школ могут прийти сюда и здесь прикоснуться к частичке вот этой вот священной войны. Мимо страниц военной истории не пройдут воспитанники гимназии номер 41. Ближе к событиям прошлого века их сделал новый музей боевой славы. Он стал объемной военной энциклопедией, на страницах которой правда о военных годах. Здесь представлены живые картины из времен Великой Отечественной войны. То, что мы рассказываем на уроках мужества и то, что представлено в музее, это, в принципе, идентично. Я, например, помню войну, но помню ее глазами семи-десятилетнего мальчишки, когда был в оккупации и видел это своими глазами. Львиная часть экспозиции музея посвящена дважды герою Советского Союза Павлу Степановичу Кутахову. В судьбе гимназии он сыграл ключевую роль. С его распоряжения началось строительство учебного заведения. Другие стенды музея рассказывают о судьбах люберецких семей, участников Великой Отечественной войны. Субтитры создавал DimaTorzok